Своего первого учителя мы помним и любим всю жизнь. Первоклассники вообще часто называют учительницу второй мамой, от педагогических умений и навыков которой зависит становление человека, формирование его характера и отношение ко многому, что происходит вокруг. Первый учитель вслед за родителями помогает нам делать первые самостоятельные шаги в жизни. В эфире акценты дня в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте. Мы уделяли им много внимания пять лет тому назад, когда в начальной школе внедрялись государственные образовательные стандарты, но затем как-то незаслуженно отодвинули на второй план. Именно этим мотивом руководствовалось региональное министерство образования, принимая решение о проведении форума учителей начальных классов. Его участниками, точнее участницами, стали сотни педагогов из центральных районов Оренбургской области. Они съехались в областной центр, в том числе и для того, чтобы изучить передовой опыт преподавания в начальной школе. Методист федерального уровня, профессор из Санкт-Петербурга Юлия Глаголева, знакомила с новинками учебной литературы для первого-четвертого классов, а также напоминала коллегам о разнице таких понятий, как оценка и отметка. Оценивание процесс, оценка качественная, отметка это всего лишь что. Бал, графическая картинка, все что угодно. Вот тот самый первоклассник, он просто веса этой отметки, он просто еще не знает. И коллеги веса смайлика, он тоже не знает. Все дело в шляпе. Прямо во время пленарного заседания форума небольшой мастер-класс от Оренбургского учителя Ирины Солнышкина. Победы на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» она добилась собственной методической разработкой «Шесть шляп мышления». Постоянно применяют ее на своих уроках. Ученики, надевая разноцветные головные уборы, должны уметь рассматривать одно и то же событие или явление со всех сторон и с разной эмоциональной окраской. Так обладатель черной шляпы выступает вроде мрачноватого критика. Желтая шляпа, напротив, требует оптимизма во взглядах, а красная заряжает отличным настроением. Ученики Солнышкины так воспринимают даже то, что происходит с ними вне уроков. Даю ребятам небольшой тест и вдруг слышу, что кто-то напевает, да еще так ногой пристукивает. Катя, в чем дело? А Катя отвечает, на мне сейчас красная шляпа. Я такая счастливая, мне так радостно. Оказывается, Катя выиграла соревнования, не успела своей радостью поделиться до уроков. Вслед за теорией и практикой, 10 площадок, развернутых на базе оренбургских школ, гимназий и лицеев, демонстрировали достижения в сфере обучения, воспитания и внеклассной работы. Последнее направление представлял лицей номер 8. После уроков ученики постигают основу профессии экскурсовода. В лице и свой музей художественного ремесла и волонтерства одновременно. Нарисованные оригинальным методом красок на воде яркие картинки, потом радуют детей инвалидов. Работает кружок бисероплетения, рукоделия и, конечно же, робототехники. Это увлечение самое массовое и не только среди мальчиков. Внеклассная работа сегодня организована во всех школах области. Охват учеников младших классов ей фактически стопроцентный. Ребенок выбирает для себя наиболее интересное направление и занимается с каждым, по каждому направлению работает определенный учитель, который имеет свою программу и заинтересовывает детей. Вы самые главные учителя в педагогическом коллективе. Губернатор Юрий Берг, который в течение 16 лет в Орске сначала был преподавателем, а затем директором школы, называет участников форума коллегами. И еще раз заявляет, раньше учителям начальных классов уделялось недостаточно внимания, но теперь эта ошибка исправлена и справедливость восстановлена. Такие форумы, на которых учителя будут встречаться, общаться, делиться опытом и подводить итоги работы, станут ежегодными. И в рамках их проведения всегда будут чествовать лучших педагогов начальной школы. Тех, чьи ученики показывают высокий уровень знаний и являются победителями различных творческих конкурсов. Почему сказал, что вы самые главные учителя? От вашего труда зависит будущее ребенка. Какой учитель, такой и ученик. Какой учитель, такой и класс. За последние 8 лет построено 13 новых школ и еще почти 400 капитально отремонтированы. Причем первый капремонт состоялся в школе поселка Тобольский Светлинского района, который находится за 700 километров от Оренбурга. Эта работа будет продолжена. Губернатор еще раз подчеркнул. Главная задача региональной власти в сфере образования состоит в том, чтобы создать совершенно одинаковые современные условия для учеников и учителей во всех, без исключения, школах области. И в первую очередь в тех, что расположены в глубинке. Это были акценты дня. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин